Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на духовой шкаф в Гаренье. Вот такой прекрасный духовой шкаф. Здесь кнопочки спрятаны. Это защита от детей. Здесь мы выбираем функцию. Разморозка, чистка. Там все-все-все. Много их очень. Здесь у нас время до 120 минут и температура до 275. И индикатор включения о том, что она включена, чтобы не ждать отчетов у меня там никак. Они все защитывают детей, как я уже говорила. То есть не видно их и это очень красиво. Перейдем дальше. Сам духовой шкаф. Здесь вот выполнена очень тоже красивая такая ручка. А здесь по бокам тоже не смотрите. Еще пока синенькая. Вот. Но ее тоже она отдирается. Вот. И тут тоже. Так. Открываем. Она, кстати, очень мягко открывается. И даже сама закрывается. Вот видите. То есть она не хлопает сильно. Вот. Здесь двойное стекло. Также, кстати, она снимается. Также мы видим здесь документы. Обязательно. Документы. Здесь на всех языках. На русском вот так же. Также существует духовой шкаф. Есть в трех моделях. Какая придет вам неизвестно. Я, честно говоря, не знаю, какая пришла мне. Звонила я на сайт, где заказывала. Мне не смогли ответить на этот вопрос. Вот. Не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, если вы знаете. Вот. Здесь все подробно описано. Как она включается. Включается она тоже не просто так. Не просто там крутанул. И она включилась. Нет. Там, поскольку здесь защита от детей, то включается она очень сложно. То есть, это надо запомнить. Это надо привыкнуть. Специальная там комбинация. Также здесь инструкция. Не знаю. Я бы сказала, наверное, на всех языках мира. То есть, на каждом языке. Тут у нас Казахстан, по-моему, Украина. И еще какие-то три. Не знаю даже. Вот они. Если кто знает, тоже напишите в комментариях. Так. Как она устанавливается. То есть, сразу размеры, чтобы вам не пришлось мерить. Так. Тут у нас гарантийный талон. Так. Да. Вот гарантийный талон. Там все номера телефонов. Каждого города, страны, сервисные центры. Там. Вот. Когда мы не могли ее включить, я звонила туда, в сервисный центр. И мне сказали, почитайте инструкцию. Я, в принципе, никогда не читаю инструкции. Вообще их не читаю. Потому что смысла нет. Но тут действительно было очень сложно. И так же, как она снимается. То есть, вот дверца снимается как. То есть, все подробно описано. Вот. Тут вот тоже модель написана. Модель у вас будет написана под видео. Я не буду ее произносить. Потому что я знаю, что я произнесу ее неправильно. Гарантийный талон. И у нас техника безопасности. Вот она. Правда, конечно, все на английском языке. Но если кому-то интересно, кто-то собирается покупать, ну, переведете. Ничего страшного. Так. Ну, вот. И чек. Чек. Знаете, вот, честно говоря, хорошо, что делать не просто один чек, а еще лист бумаги. Потому что чек со временем исчезает. То есть, остается просто бумага. Без всего этого написанного. А здесь вот на бумажке все остается. Вот. Покупала я ее за 14 197 рублей. На тот момент, когда я покупала, я нашла самую-самую дешевую. Дешевый духовой шкаф в самом магазине. Каком-то... Как бы вам сказать, мягко не задрепанном, конечно. Ну, магазин у нас в Самаре. Он, видимо, только-только развивается. Вот еще. И поэтому там довольно низкая цена была на нее. Вот. И... Не помню, где. Но я нашла то, что это духовой шкаф. Он буквально приехал к нам домой. И был произведен месяц назад. То есть, довольно хорошо, видимо, там покупают. В этом магазине. Поскольку там все-таки гораздо дешевле. Почему горение? Потому что это качество. То есть, не какая-то там другая. Другая там неизвестная какая-то. Я еще думала насчет Ханса. Но у нее вот эти вот ручки. Даже у обычных плит. Или у газовых панелей. Они почему-то ерзают туда-сюда. Так вот ездят. Даже в магазине. У многих магазинах была. Много обошла магазинов. Но, тем не менее. Не знаю, почему так. Так, смотрим дальше. Смотрите. Здесь вот идут. То есть, не обычные железные вот эти вот, куда вставляется. То есть, ну, выпуклости вот бывают, да. А именно вот такие. Вот это гораздо удобнее. Потому что у меня до этого была обыкновенная плита. И потом она засорялась, загрязнялась. И чтобы противень туда вот въехал, это было очень сложно. Либо он не въезжал, либо вот там как-то все это. А здесь то они снимаются так же. Тоже снимаются. Там все в инструкции есть. Так. Вынимаем. Все в бумажечках еще. Так же у нас сеточка. Довольно хорошо вот она выполнена. Тут вот какая-то перегородочка, чтобы у вас противень не улетел во время землетрясения. Наверное, немножечко вот она мягенькая. Не знаю, почему. Но довольно толстые прутья, потому что предыдущие у меня, они были гораздо тоньше. Она была выполнена кое-как. Так, это снимаем. Так же здесь есть два противня. Один глубокий, а другой, скажем так, неглубокий. Так, здесь у нас болтик катается. Вот он глубокий. Такой вот. Он где-то сантиметров 4-5 где-то у него глубина. Это хорошо. Вы представляете, сколько можно, допустим, здесь запечь картошки. Например, с курицей. Это там на нас, на троих. Там с мужем и сыном может хватить там на 2-3 дня. Или там на целых гостей. Так, с той стороны. Ну, с той стороны вот он. Довольно хорошо выполнен. Очень даже сказать можно хорошо. Ну, он совсем другой, не как были раньше. Какой-то он. Ну, какой-то другой, не знаю. Так, и маленький. Да, маленький, слушайте, здесь вообще просто малюсенький противень. Он буквально сантиметр, даже меньше. Не знаю, его, может быть, совсем вниз класть, чтобы что-то он ловил. Либо, не знаю, что-то он совсем маленький. И здесь вот виднеется... И здесь вот виднеется... Вот видите? Хотя нет. Со всех сторон. Немножко он входит в угаком. Ну, наверное, так надо. Тоже вот он. Не знаю, такой малюсенький. Не знаю, зачем он. Все-таки поглубже надо было. А, ну, на нем как раз сухарики можно делать такое. А, напишите в комментариях, что вы делаете с таким маленьким противнем. Таким узеньким, скажем так. Вот. Так, предохранитель стоит. Вот. И, в принципе, мы видим духовой шкаф. Полностью пустой. Здесь вот все чисто. Тут очень легко можно помыть. То есть, еще вот эти они тоже снимаются. Их можно снять. Допустим, в раковине там замочить где-то. Если у вас очень жирное что-то было. Спокойно помыть. И потом просто одеть. Ну, и здесь также вы можете спокойно влезть. То есть, если вы их снимете, у вас тут будет полностью прямая стеночка. И вам будет гораздо удобнее мыть, чем, допустим, в обыкновенной плите. Там очень неудобно. Как-то это все залазишь туда. Все какое-то там ребристое. То есть, здесь все очень ровненькое. Резиночка. Она немножко отрывается. Не знаю, так должно быть. Она, кстати, идет по всей оси. А когда я читала, не помню про эту модель или нет, у кого-то не было резинок внизу. А, сейчас вам не видно. Вот. Резиночек внизу не было. Многие писали, а зачем вам резинка внизу? Самое главное, чтобы она вверху была и по бокам. Не знаю, здесь в этой модели у меня есть. Лампочка света. Обязательно. Она есть везде. А, также, кстати, вот тут пронумерована. Сейчас чуть-чуть вот так вот в бок. Пронумерована. Один, два, три, четыре. Не знаю, чтобы человек не забыл, что ли, на какую его, куда вставлять сюда или сюда. Вот здесь, кстати, вверху они более меньше по размеру между собой. Здесь вот побольше. Здесь тоже. Но, знаете, я так думаю, наверное, не обязательно даже, чтобы она въезжала именно вот в эти прути. Можно сверху, допустим, положить. Можно вот тут сверху там. Или тут, с самого внизу, в конце концов. То есть, можно делать как угодно, как нравится вам. То есть, это ваша плита. Вот здесь резиновые штучки, чтобы она не ударялась при случае. Если вы ее, допустим, очень сильно закроете. Также был газовик, сказал, что здесь вот стекло вот это, оно не греется. Якобы там же кого-то ребенок прямо смотрит в это стекло. Там руками за него держится. Не знаю, посмотрим. Давайте сейчас я вам покажу, что там внутри. Так, давайте покажем вам сейчас, как это выглядит внутри. Вот так это выглядит. Вот он сам вентилятор. Вот растужает потом все. А лампочка вон там. То есть, вот он. Здесь все прям очень гладенько. Очень удобно мыть. Механизмы. Самый главный механизм. Вот они. Также здесь покажу стекло. То есть, вот у меня въезжает пальцы. То есть, это первое стекло. Второе. И вот третье. Три даже стекла. Стекло оно также снимается. Видимо, вот это вот. Два верхних снимаются. Здесь вот есть штучка. Которая вот она держится. И вот тут вот. Вот тут тоже штучка. И вот тут. Ну, я думаю, стекло снимать я, наверное, не буду. Хочу постараться готовить очень аккуратно. Чтобы ее не запачкать. Не знаю, как это получится. Также давайте вам покажу кнопочки. Вот. Ну, здесь обычно. Здесь вот время. Есть ручной режим. Например, я не хочу включать будильник. То есть, время. Ну, да, будильник. Чтобы он прозвенел. Потому что я могу испугаться. Вот. Ну, неожиданно, представляете. Вы заходите на кухню. Тут вдруг пи-и-и. Это не очень удобно. Поэтому здесь есть ручной режим. Чтобы не включать. Здесь вот тоже. Давайте вам прокручу. Вот они все. Ну, и опять ноль. В принципе. Вот. Такая вот она прям вообще очень хорошая. Мне очень понравился этот духовой шкаф. Не знаю, как он будет печь. В принципе, о том, как он в дальнейшем будет печь, вы увидите в кулинарных моих рецептах. Мы с вами начнем очень скоро уже готовить на ней. В ней, вернее. Вот. Очень вкусный рецепт. У меня их очень-очень много. Газовая панель. Я ее на ней уже обзор сделала. Будет тоже в отдельном ролике. Вот. Ну, так она выглядит. Очень такая чистая. Знаете, честно говоря, даже не хочется ею пользоваться. Потому что она такая чистая, аккуратная. Хочется, чтобы она просто стояла. Вот меня так вот радовало глаз. Вот. Как снимается вот здесь, я вам, наверное, пока не покажу. Потому что мне пока что не надо это. Ну, я знаю точно, что она снимается. Я читала инструкцию. Так, читала я вот инструкцию. Нашла интересный момент. Видимо, смотрите. Есть, да, вот такие вот три маленьких разновидности духового шкафа. И какой-то из них не входит гриль. То есть, не входит сама палка вот этого вот гриля. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вертель. Вот он, да. Сам вертель не входит. То есть, у нас не входит. Но при этом у нас есть функция гриля. Гриль обыкновенный. Гриль быстрый. Но она не входит у нас в комплект. И вот тут вот. Показано, что на железненькой противне, то есть, вот такие вот отделы. Такой треугольничек и квадратик. А вы помните, что она у нас была прямая. Потом чуть-чуть вот так. И вот так. То есть, она тоже не входит. Ну, в принципе, я именно с грилем не искала. Ну, как бы он есть, нету. Я особо им не пользуюсь. В принципе, если захочется, можно, я думаю, купить это все отдельно. Вот. Я еще посмотрю по комплектации, что должно было у нас входить в комплект. Если чего-то не хватать будет, я буду туда звонить, узнавать, почему так. Вот. Ну, видимо, вот, в принципе, они идут с грилем. А вот, видимо, вот из этих вот трех нам попалась без гриля. При этом у нас нигде не написано, какая именно наша. Вот. Даже не знаю. Либо, может быть, это инструкция просто на все газовые, вернее, на все духовые шкафы горения. Может быть, так. И также вам покажу. Вот она сейчас у меня работает. Вот она работает. Немножечко уже поляпана у нас. Очень. Вот тут прям очень дует. В принципе, знаете, я думала, почему здесь так сильно дует. Как будто здесь дырка. А потом подумала, а где еще ей выдувать. Будет она выдувать там с той стороны, допустим, кухонного гарнитура. Там будет жарко, накапливается влага, потом плесень и все такое. И вот ее откроем. О, жарко прям вообще. Вот. И сейчас я вам покажу. Вот она, эта вот гриль. То есть, она есть у нас. Но при этом для нее у нас ничего нету. Самое удивительное. Нашла такие, какая у нас. Наши вот. ЭВП-331. Сейчас покажу вот так. Вот она. ЭВП-331. Ну, здесь просто сокращенно 31. Боялись, что они вместятся. Здесь ЭВП. То есть, значит, получается вот в этой гриле нет. Какие достанутся остальным. Конечно, знаете, честно говоря, было бы здорово, если бы вы в комментариях написали следующие. То есть, 33 и 34 достался вам гриль или нет. Или, ну, в конкретном комплектации, что вам досталось. Это будет интересно следующим людям, которые хотят купить этот духовой шкаф. Они посмотрят. Обязательно напишите в комментариях, если вы ее купите. То подпишите, какая у вас. Эта бумажка, кстати, она была приклеена. Вот здесь вот скотч, кусочек. Она была приклеена на самом духовом шкафе, когда он приехал. Вот здесь вот так вот все написано. Горение. Духовой шкаф. Модель. А, тип. Тип. Видите? Типы. Три типа. А я думаю, что это такое. Ну, в принципе, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите мои влоги. У нее очень интересные влоги, как мы с сыном живем. Моему сыночку полтора года. Вот. Смотрите мои обзорчики разные. Обзоры на продукты, обзоры на технику. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.